Вечер добрый, все-таки, да. Ну и, собственно, я преподаватель Центра Специалист, в силу того, что у нас существует система рекламных вебинаров для курсов, о чем бы я хотела сегодня рассказать. Значит, ситуация выглядит следующим образом. Я преподаватель именно пользовательских курсов 1С, имею соответствующие там регалии и сертификаты и преподаю в том числе курс по программе зарплаты управления персоналом. Ну, собственно, то, что я буду показывать сегодня, это обсуждается на первом уровне курса. В общем-то, там основная цель – это научиться корректно рассчитывать зарплату. Ну, поскольку вы пришли и подключились, значит, вы с ней работаете. Вот. Но там есть достаточно большое количество нюансов. В частности, вот сегодня пойдет речь именно о начислении премий. Вот. Мы на курсе, на курсе, собственно, делаем что? Мы вводим там несколько человек и начинаем потихонечку считать зарплату. То есть, как начинаем с января там и поехали. Январь, февраль и прочее, прочее. Постепенно добавляются всевозможные отклонения. Ну, то есть, да, вот наиболее распространенные, те, которые от нас, как правило, никаких дополнительных настроек не требуют. Вот это вот по месячной отпуска. И заканчиваем мы тем, что смотрим, как формируется отчетность в программе. Ну, в общем-то, вы же знаете, что она формируется практически полностью автоматом. А если мы все настроили, так она и не практически, а вот реально формируется автоматом. Исходя из этих соображений, как раз о чем пойдет сегодня речь, это о настройке такого начисления, как премия. Ну, у меня есть тут вот рояль в кустах, некая база. Вот. И что бы я хотела показать? Нас с вами волнует обычно в первую очередь что? Налогообложение. Правильно же? И здесь есть достаточно много нюансов. Ну вот, особенно сейчас у нас с вами отчетный период. Вот. 31 июля. Скоро. Любимый отчет это 6 НДФЛ. Его все очень сильно любят. Да. Ага. Вот именно так и любят, да. В кавычках. Вот. Хотя трюшка его прекрасно делает. Ну вот и для того, чтобы у нас было меньше колодной боли, будем разговаривать как раз о работе программы в контексте того, как до нее достучаться и добиться, чтобы она делала все корректно. То есть, в частности, есть у нас такой вид начисления, как премия. Ну и, в общем-то, премий по умолчанию в программе, как видите, достаточно большое количество. Вот и годовая, и квартальная, и разовая там, да. И в первую очередь давайте посмотрим любопытную вещь. Ну вот у меня есть премия за год. Я возьму премию за год суммы. Здесь на что стоит обращать внимание? Ну, до сих пор, когда программа устанавливается, вы, наверное, обратили внимание, код дохода стоит 2000. Да? А я бы хотела кое-что показать. То есть, если у нас годовая премия платится за счет прибыли, за счет прибыли. То есть, я, конечно, могу ограничиться вот такой банальной вещью, открыть само начисление премия. Если я хочу, если я хочу иметь возможность формировать приказ, сейчас еще раз покажу, то тогда мне надо сказать, что начисление выполняется по отдельному документу. Здесь, кстати, принцип один и тот же и в сумме и процентам, но мне бы хотелось, я говорю, кое-что показать, поэтому проще будет, если я сумму, которую буду забивать руками, чтобы вы могли увидеть и прикинуть. Вот когда выбираем по отдельному документу, это говорит о чем? О том, что у меня в зарплате будет документ премии, и я при создании в том числе смогу и выбрать свою вот эту годовую. То есть, это такая вещь достаточно банальная. Один раз мы настраиваем и живем долго и счастливо. Кроме того, что еще для нас с вами важно? Естественно, когда вводится, либо когда редактируется какое-то начисление, мы в обязательном порядке проверяем все закладки. Ну, учет времени, здесь все четко и красиво, дополнительная оплата за уже оплаченное время. Если надо, мы можем с вами указать какие-то зависимости, приоритеты. Но сейчас, сейчас нам с вами интересна другая часть. Вот если годовая премия, да еще и за счет прибыли. Вы видите, что программа говорит, что она у нас будет включаться в базу при расчете среднего заработка. Видите? Она должна включаться? Вот. Именно. Я же к этому и веду. Если премия за счет прибыли, то тогда она у нас с вами не должна включаться в базу при расчете среднего. А здесь видите, какая ктовася. Я никакими путями не могу внести изменения. Ну, ладно, я так сижу, думаю, давай-ка я поставлю все-таки правильно код дохода. То есть я ставлю код дохода 2003, категория дохода у меня будет пока такая, а категория поговорим как раз буквально через несколько минут. Но, смотрите, средний заработок от этого не зависит вообще. От слова совсем не. То есть, что для нас с вами важно, что вот опять же на занятиях это обговаривается, ну, просто на курсе вот на первом уровне, как раз на примере премий, а на расширенных возможностях. Там уже, конечно, подробнее обсуждаются многие начисления. Вот начисления мы с вами можем создавать сами, может начисления, начисления какие-то наиболее распространенные, да, типовые, могут быть введены заранее разработчикам. Вообще, желательно, прежде чем первый раз, да, какое-то начисление в работе использовать, его как минимум проверить, поскольку не всегда наши, как бы, ожидания совпадают с тем, что, например, введено разработчикам. И вот если действительно, если премия за год с суммой, то она у меня не должна учитываться в расчете среднего, а здесь, как видите, вот никаких других вариантов у меня нет. Почему такая вот ситуация происходит, почему она происходит и что мы с вами можем сделать в этом случае? На самом деле, в программе есть очень четкая закономерность по заполнению заклада. То есть, в частности, когда создаются любое начисление, здесь не принципиально сейчас. Какое оно будет, буду я его сама делать там, ну, просто для того, чтобы показать. Вот у нас есть очень важный параметр на закладке основной, называется назначение начисления. Именно того, в первую очередь, какой мы выберем вариант назначения начисления, будут заполняться основные показатели на других закладках, в том числе средний заработок. Вот сейчас у меня, смотрите, стоит повременная оплата труда, надбавки и средний заработок. Я вижу, что я могу включать и других вариантов у меня нет. Правильно же? Но если я возьму и поменяю, например, ну, не знаю, на доход в натуральной форме, посмотрите, что происходит. Уже закладка средний заработок выглядит абсолютно иначе. Увидели? И, кстати, кстати, так, ну, поскольку сейчас о ней разговор, но закладка налоги и взносы тоже автоматом программы заполняется в зависимости от того, какое назначение начисления мы указали. Вот я сказал доход в натуральной форме, видите, у меня сразу код дохода 2510, натуральный доход. Вот оно все. Далее, если я выберу премию, премию, то тогда, тогда опять возвращаюсь к ситуации, что мне программа предлагает включать в средний заработок. Ну, ладно, может, там есть еще, смотрите, назначение квартальная премия, ну, почему нет? Но, к сожалению, с квартальной премией тоже беда, бедуля, как видите, я могу определиться, что в каких месяцах я ее, например, буду выплачивать. Но если я загляну на средний заработок, я все равно не могу исключить, видите? И вот тогда-то нам с вами на выручку придет последний вариант, он обычно пока, по крайней мере, в последнем списке. Это предпоследний, видите, уже обманула, прочие начисления выплаты. Если я скажу, что у меня назначение прочие начисления выплаты, то тогда я тоже могу сказать, что у меня это премия, да? Я могу все закладки, видите, они вообще разблокированы, заполнить сама, так, как мне требуется. И самое главное, я могу сказать, что мне не надо включать в средний заработок. Вот оно. Увидели? То есть вот есть нюансик первый. Теперь нюанс второй. Значит, НДФЛ у меня будет облагаться и код дохода 2003 все-таки. Вот здесь просто, чтобы вас не смущало, я, остальные поля, о них речи нет, поэтому здесь что стоит, мне сейчас все равно. Но есть у нас с вами теперь на закладочке налоги и взносы еще одно очень любопытное поле, которое называется категория доход. Если я сейчас поставлю прочие доходы от трудовой деятельности и, соответственно, попробую дать сотрудникам вот эту премию. Ну, да, у меня тут есть открыт уже журнал. Скажем, я решила дать сотрудникам премию за год суммой. Сотрудника у меня будут два. Так, надо будет удобнее все-таки подбором. Значит, два сотрудника. Это сотрудник, соответственно, допустим, снижена. И еще, посмотрите, у меня тут есть в частности энное количество людей. Сейчас я вот так вот покажу. У меня там есть некая Черненко Аглая Петровна. Я хочу обоим сотрудникам, в частности, давайте, допустим, даже не 1 января, тут совсем некрасиво. Пусть будет 24 января и перевыберу еще раз вот эту свою Аглаю Петровну. Я ее просто для того, чтобы показать, принимала на работу непосредственно с 1 января. Дальше, дальше я могу людям, соответственно, указать вот эту сумму премии. И сумма премии для них обеих у меня будет 10 тысяч. Ну вот, видите, программа все посчитала. Пример, там, 20 какого-нибудь сделаю я, межрасчетный период выплату. И выплачу я, в частности, 28 января. Вот у меня сейчас, смотрите, программа показала 10 тысяч, ДТЛ – 1300. Есть такое дело? Теперь давайте я немножечко поменяю. То есть вот премию за год суммы, которую я только что открывала, я ее несколько подкорректирую. В каком плане? Категорию дохода поставлю прочие доходы. Ну, то есть я поменял категорию. Теперь, если я сие творчество сохраню, ну, естественно, мне придется перевыбрать. И еще разочек дам этим же сотрудницам премию в размере 10 тысяч. Просьба, обратите внимание на НДФЛ у Аглаи Петровны. Увидели? Значит, что для нас с вами важного может быть вот в этом поле категория дохода? Для нас категория может быть актуальной, если у нас с вами есть кто? Иностранцы. 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 С ними же постановка вопрос какая. Если, если речь идет о том, что у нас непосредственно трудовая деятельность, да, я имею в виду в частности высококвалифицированных специалистов, то НДФЛ исчисляется из какой ставки? 13 процентов. Правильно? Но ведь еще есть выплаты, которые не относятся к системе оплаты труда в чистом виде. То есть, например, это у меня не производственная премия, правильно же? А некая премия там за счет прибыли. А, соответственно, тогда я обязана иностранцам исчислять НДФЛ по какой ставке? 30 процентов. Вот у меня Аглая Петровна, моя болезненная, да, несчастненькая такая, вот я ее всего, да, и сделала иностранкой. Ну, есть такое дело, то есть, в частности, смотрите, у нее статус налогоплательщика, я ей поставила ВКС, высококвалифицированный иностранный специалист, да. Вот, и при этом, при этом, я еще и сказала, что статусы страхованного лица у меня кто, высококвалифицированный специалист, проживающий, постоянно проживающий на территории РФ и прочее, прочее. Но у нас, когда речь идет об иностранцах, тоже есть нюансы. То есть, если речь идет о зарплате, то это действительно у нас с вами будет, что НДФЛ 13 процентов. А с остальных доходов должны брать 30. И вот в премии, в премии как раз, и это касается не только годовой, это касается любой. Если мы ставим категорию дохода, прочие доходы от трудовой деятельности, обратите внимание, да. Как будет себя вести программа? Она опять же мне возьмет, и смотрите, великолепнейшим образом с 10 тысяч она мне снимет НДФЛ по обеим сотрудницам какой? 13 процентов. Видите? Если вот я все-таки скажу, что у меня это прочие доходы, а здесь-то однозначно прочие доходы, правильно же? Вот, то тогда-тогда при всех тех же самых, да, показателях, при всех тех же показателях, программа мне с иностранцем будет рассчитывать НДФЛ по ставке 30 процентов. Ну, по-моему, нагляднее некуда. То есть категория доходов подвязана на что? На исчисляемую ставку, исчисляемую налога на доходы в излиц. Это первое. Второе. Что еще бы я хотела, да, любопытственного рассказать и показать? Это касается непосредственно, извините, поторопилась, дату не поставила. Я же туда-сюда его переключала. Хотела бы рассказать непосредственно о втором варианте. Я имею в виду премию производственную. Она же тоже, в общем-то, у многих есть, а дальше у нас выплывает головная боль. Головная боль какого рода? Вот когда у меня премия выплачена, она должна соответствующим образом отражаться в 6 НДФЛ. Правда же? Ну вот я только что, как раз пока уточняла постановку вопроса, я даже, знаете, как сейчас сделаю. Вот для чистоты эксперимента, поскольку, да, у меня тут есть рояль в кустах, я вот эти вот просто помечу на удаление. И заодно пока помечено удаление, ведомость на выплату зарплат. Вот если я сейчас посмотрю, вот у меня сделана выплата моей вот этой премии, которую я вам только что показывала, да, вот она, от 24-го числа. Как это у меня будет отражаться в отчетности? Сделаю 6 НДФЛ за первый квартал в моем случае. Вот меня интересует раздел второй. Смотрите, дата фактического получения дохода 28 января, видите? Дата удержания 28 января и крайний срок перечисления 29 января. То есть у меня вот эта премия попала в 6 НДФЛ как по дате выплаты. Есть ли такое дело? Да есть, есть. А если у нас с вами премия производственная, то есть она относится к системе оплаты труда, тогда как она должна отражаться, учитываться? Так, по зарплате у нас с вами налоги когда учитываются? Так, зарплата, дата получения, соответственно, у нас с вами какая? Вот как чувство? У меня тут даже, верите, нет, где-то это есть. Сейчас, секунду. Ну, тут умные слова. Вот, на примере производственной премии, да, и вот самое главное, да, дата фактического получения дохода, что? Последний день месяца. Ну, так вот, как вот этого всего добиться? Потому что, действительно, если у нас премия, там, скажем, ежемесячная, да, там, ну, входит в систему оплаты труда, то нам бы хотелось как раз и видеть вот ту самую картиночку, правильно же? Что я сейчас и буду делать? Значит, от чего будет зависеть дата? Опять же, здесь лучше увидеть. Так, от чего у нас с вами сие творчество будет зависеть? Как будет, в частности, заполняться 6 МДФЛ по премии? Значит, ну, вот у меня, опять же, есть рояль в кустах, премия разовая сумма. Значит, смотрите, от того, что я буду играть вот этой частью категорию дохода, вот именно в том виде, как это по умолчанию реализовано в программе, ничего не поменяется. Вот опять же, я просто покажу на примере вот этой премии вот за год, поскольку здесь, да, все будет идентично. Сейчас вот я вам открыла, вы видели, что в 6 МДФЛ программа учитывает, да, подать выплаты премии. Ну, и, собственно, если я возьму и поставлю категорию дохода, прочие доходы от трудовой деятельности, мне, опять же, придется, конечно, перезаполнить документ, но суть от этого сейчас, чтобы просто вы увидели, суть от этого не меняется. Ну, она пересчитала мне сам МДФЛ, а если я сейчас опять сделаю любимый всеми отчет, то получится, по сути, все то же самое. Вот оно, видите? Вот как было, так и осталось. Как же мне добиться того, чтобы программа понимала, что срок фактического перечисления, да, у меня там и, соответственно, срок перечисления налог должен варьироваться, поскольку премия может быть производственная. Значит, тогда в обязательном порядке мы должны подкорректировать сам код дохода. Либо открываем это через настройка, где у нас с вами, простите, через налоги, и у нас с вами, вот они все основные справочники, вот есть справочник виды доходов, да, и вот, соответственно, код 2002. Ну, или вариант второй, это когда мы просто берем и прямо вот из начисления открываем. Вот если я сейчас, я специально, когда к семинару базу так немножечко готовила, я некоторые начисления подкорректировала, некоторые нет, просто чтобы показать. В частности, вот если я открою типовую, вот есть премия разовая процент, да, вот здесь я тоже могу вносить изменения, я могу оперировать категорию дохода, но видите, здесь я уже так похулиганивалась, несколько оплат труда стоит. А в премии за счет прибыли мы этого с вами вообще не видели. Откуда сие творчество появляется? Ну, как я уже сказала, надо будет либо подправить сам вид дохода, открыв отдельно справочник, либо это сделать из начисления. Значит, если у нас премия входит в систему оплаты труда, то мы обязательно ставим вот эту галочку, соответствует оплате труда. Что дальше у нас будет твориться с начислением? Ну, вот я премию взяла, открыла. Категория дохода. Видите, есть прочие от трудовой деятельности, а есть оплата труда. Если я эту галку сбрасываю, то тогда мы вернемся к картинке, которую видели перед этим. Либо прочие доходы, либо прочие доходы от трудовой деятельности. Но сейчас идет именно речь о производственной премии. То есть, значит, тогда соответствует оплате труда однозначно. Но теперь от того, какую мы укажем категорию дохода, программа будет немножечко по-разному. По этой премии нам с вами заполнять 6 НДФЛ. То есть, в частности, если я ставлю оплату труда, единственная просьба, опять же, мне для наглядности нужно сейчас будет кулиганством чистой воды заниматься, но просто вот чтобы показать. Я собираюсь вот эту премию выплатить. Давайте я это даже для чистоты экспериментов беру. Итак, я создаю новый приказ на премию. Это у меня будет премия разовая сумма. Вот я ее только что как раз подкорректировала и сказала, что у меня категория дохода – оплата труда. Просто чтобы лучше бросалось в глаза, я немножечко напортачу с датами. То есть, в частности, у меня, скажем, дата приказа, премьера у меня будет 15-е. Далее дам я эту премию. Ну, я думаю, генеральный заслужил больше всех. И сумма тоже жадничать не буду абсолютно. Абсолютно. Не-не-не. И сделаю еще ее просто для наглядности межрасчеткой. Чтобы сейчас вы видите, очень хорошо в глаза будет бросаться. К примеру, 17-м числу. Вот так. Соответственно, мне ее требуется, что для того, чтобы программа все-таки эту запись 6НДФЛ добавила, выплатить. Выплата тоже. Видите, вот хулиганство чистой воды просто поконтрастнее будет. Тоже будет 17-м числом. Как у меня сейчас поменяется 6НДФЛ. Видите, что получилось? Дата фактического получения дохода. Что? 31 января. Есть такое дело? При этом я удержала 17-го и перечислить я должна была, когда? Не позднее 18 января. То бишь, когда мы с вами в начислении премии говорим, что у нас сам вид дохода соответствует оплате труда. И категорию дохода, ставим оплату труда. Программа понимает, что у нас с вами, у нас с вами в 6НДФЛ дата фактического получения дохода должна стоять какая? Последнее число месяца. Почему? Потому что эта премия входит в систему оплаты труда. А значит, так же, как и по зарплате. Вот у меня тут есть документ по начислению зарплаты на январь месяц. Я его как раз, вот он у меня проведен. Но я, чтобы для чистоты эксперимента, я пометила на удаление выплату. Вот если я сейчас выплату зарплаты просто проведу еще раз и, соответственно, сформирую 6НДФЛ заново. Вот у меня, смотрите, зарплата, дата фактического получения дохода 31 января, правильно, последнее число месяца по зарплате. Ну, дата выплаты и, соответственно, дата перечисления налога. Поскольку премия производственная, то тоже дата получения 31 января и далее, далее. Ну, и если я все-таки теперь вот это свое хулиганство уберу, а я его уберу... Так, сейчас, секунду, я уже столько окошка наоткрывала, что мне самое неудобное. Вот мой любимый Иванов. Я скажу, что все-таки выплата пойдет в межрасчетный период, но пойдет 5 февраля. Да, то тогда, тогда у меня в 6НДФЛ вообще автоматически будет все выделено, так как мне удобно выплату... Выплату сейчас, извините. Я же поменяла, но чтобы по-человечески было, что это выплата зарплатой. Получилось? Вот оно. Видите? Иванов, у него оклад 100 тысяч, и я ему еще дала 100 тысяч премий. Здесь, дальше, что у нас с вами получается? Это все вот пляшем от этого документа. Значит, если, повторяю, сказали оплата труда, то программа считает, что дата фактического получения дохода последнее число месяца. То есть это у нас с вами непосредственно, да, вот входит в систему оплата труда. Если я все-таки, вот возвращаюсь к нашим разговорам, ход дохода 2002-й, но категорию дохода поставлю прочие доходы от трудовой деятельности. Прочие доходы от трудовой деятельности. Как будет вести себя программа в этом случае? Ну, та же постановка вопроса, я опять ему даю 100 тысяч. Опять просто для контраста я буду выплачивать не в зарплату, но лучше, бедно, согласитесь, а вот, скажем, 23 января. Так, и мне надо тогда ведомость по премии все-таки подправить, сказать, что это 23 января. Чисто визуально. Сейчас вот закрою и открою, чтобы еще разочек обратить ваше внимание на это. Вот в предыдущем случае, посмотрите, у меня в ведомости на выплату стоит сумма НДФЛ и есть ссылка оплата труда. То есть вот это моя премия, да, она входит в систему оплаты труда. Теперь, поскольку я внесла изменения, мне надо просто документ перезаполнить. Чисто визуально в ведомости пропадает вот эта ссылка по оплате труда. Вы видели? Вот, и если я теперь перезаполню 6 НДФЛ, то у меня программа будет показывать, так, ведомость честного дату я поправлю, чтобы контраст не была. У меня программа в 6 НДФЛ будет учитывать, какое обстоятельство. Вот мои 6 тысяч, о господи, 100 тысяч премий. Смотрите, дата фактического получения дохода, дата фактического получения 17 января, а никак не последнее число месяца. То бишь, я даже вот специально как раз сделала на слайде вот эту вещь. Вот, ну, понятно, код 2002 в траурной рамке и то, что соответствует оплате труда. И вот оно, смотрите, категория дохода оплаты труда. У нас программа считает, что дата фактического получения дохода последний день месяца. Если мы ставим прочие доходы от трудовой деятельности, то программа считает, что дата фактического получения дохода, дата выплаты. То есть вот такие у нас варианты присутствуют в программе. И в зависимости от того, какой мы для производственной премии укажем категорию дохода, у нас в 6 НДФЛ дата фактического получения дохода как раз и будет либо последнее число месяца, либо дата выплаты. То есть вот такая вот любопытная постановка вопроса присутствует в премиях. Вот как-то так вот. Вот это игра с датами, видами оплаты. Когда у нас был в первом варианте, что дата начисления 31, расчетная выплата 17, сроки платные налога. А, ну это просто чтобы показать, не более того. Это не будет считаться ошибкой. Нет, вы знаете как, нет, 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 это же мы тогда, получается, авансом удержали налог. Поэтому это будет считаться ошибкой. Может считаться ошибкой. То есть получается, дата выплаты повлияла на суд. Нет, 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 нет. Я просто показывала только для того, чтобы вот, ну, какие-то были даты другие. То есть без, вот давайте сделаем тогда так. Вот, ну, просто чтобы вот завершить разговор именно с производственной вот этой премией. Смотрите, я как раз вот и... У меня же рояль-то в кустах-то, сами понимаете, присутствует. Сейчас, я наваяла две премии. Они у меня будут немножечко отличаться. Значит, смотрите, вот премия разовая, код дохода 2002, видите, прочие доходы от трудовой деятельности. Вторая премия, она вот там все то же самое, все то же самое. Но только видите, что стоит? Оплата труда. Оплата труда. То есть их две у меня есть. А теперь я их при прочих равных, вот опять же сделаю два одинаковых приказа. Упс, простите. Чтобы мы могли сравнить, но уже с нормальными датами. Потому что я планирую, да, вот у меня там я ее когда-то начислила, буду выплачивать я ее все-таки в зарплату, то бишь 5 февраля. Вот премия разовая с суммой у меня категория дохода, здесь стоит прочие доходы от трудовой деятельности. Это 100 тысяч по Иванову. Раз. Теперь второй такой же документик. Но я меняю, говорю, что премия разовая с суммой. У меня у нее категория дохода. Видите, стоит оплата труда. Ну, котик. Сейчас январь. Так, чтобы уж совсем было одинаково. Дата будет тоже 15 января. Ну, понятное дело, это уже будет не Иванов. Это будет, к примеру, там, я не знаю. Вот хороший человек Сергей Семенович. Собакевич, конечно же. И я ему дам премию 50 тысяч. Ну, мне не жалко. Но выплачивать я ему буду тоже 5 февраля. Вот так. И, соответственно, опять же, чтобы просто не было лишнего, я даже вот пока показывала, видите, я что-то выплатно кладила. Как минимум надо отменить проведение. Что я делаю? Далее. Я делаю выплату Собакевичу. Сейчас, увлеклась. Я делаю выплату Собакевичу 5 февраля. И я сделаю еще раз выплату Иванову все тем же 5 февраля. Что мы с вами получим в итоге в 6 МДФЛ? Смотрите. По Собакевичу дата фактического получения дохода – это последнее число месяца. То есть, как и положено, по зарплате. Видите? А, соответственно, по Иванову дата фактического получения дохода – это дата выплаты. То есть, все будет еще зависеть от того, да, как у вас учитывается сама премия в системе оплаты труда. Потому что если премия производственная, но имеется в виду, да, вот ежемесячная премия, что получает оклад плюс премия, то она должна учитываться так же, как оплата труда. То есть, дата фактического получения дохода должна стоять последнее число месяца. То есть, дата фактического получения дохода – оплата труда. Да. Именно оплата труда. То есть, если мы сейчас с вами посмотрим расшифровку, это вот господин Собакевич, да, и Собакевичу Собакевичу как раз вот я выбрала вариант, где категория оплата труда. А у господина Иванова стоят прочие доходы. И именно по этой причине программа считает, что дата фактического получения дохода – это дата выплаты премии. То есть, вот так вот, вот, такая вот, видите, подвязка присутствует в этой жизни именно в документе премии. А это вот правильно они так сделали? А правильно они так сделали? Да. А неправильно сделали? У нас получится только было, что неправильно. То есть, если у меня все настроено, я один раз это сделала и живу долго и счастливо. А есть часть трагическая. Например, вот у меня у Собакевича это так и есть производственная премия, но я взяла и не стала ничего настраивать. Ну, не знала я про это. А если я не знала, у меня что-то, видите, варианты-то. И тогда при прочих равных, при прочих равных, программа-то мне уже 6 НДФЛ, так как я от нее хочу, не заполнит от слова совсем. Ну, вот, поскольку я исправила, я перезаполню. То есть, вот те же самые 50 тысяч у меня у него, да, та же самая ведомость на, простите, ведомость на выплату зарплаты. Тоже мне надо тогда ее перезаполнить. Видите, опять уехала эта ссылка оплата труда. И, соответственно, у меня вот сейчас старая картинка в 6 НДФЛ. Видим дату фактического получения. Да, вот 31-я. Если я заполню, то у меня выплату. Выплату, выплату, выплату. Сейчас, извините. Вот, то у меня тогда учет пойдет, опять же, по чему? По дате выплаты. Вот он у меня, извините, я его документ не провела. И, соответственно, у меня, получается, ничего хорошего уже в этой жизни нет. То есть, я-то к чему веду? Ну, когда мы вот какие-то такие нюансы знаем, то, в общем-то, ну, по моим понятиям жить гораздо легче. Просто гораздо легче. Потому что в противном случае, в противном случае, вот для того, чтобы мне получить вариант с тем, чтобы мне программа сама, да, поставила по премии вот это вот злополучное последнее число месяца, вот она мне запомнит, а дальше, вот у меня здесь, видите, просто две сидит. Сейчас я все-таки Ивановский там пока отключу. А то не очень наглядненько. Вот, вот мои 50 тысяч с Чищикова. О, господи, Собакевич. И я понимаю, что это у меня производственная премия, которая входит в систему оплаты труда. Мне программа, видите, что ваяет? А я дальше буду сидеть и, простите, ручечками. Ну, не знаю, мне такая перспектива не нравится. Потому что, не потому что я, нет, ну я реально ленивый человек, это честно. Но вопрос немножко в другом. Все-таки человеческий фактор никто не отменял. А это значит, что если я отвлекусь, и это мы сейчас с вами сидим, у меня тут вот один этот вот товарищ и все. А в жизни-то у нас с вами 6 НДФЛ. Достаточно большой отчет, мягко говоря. А значит, если я отвлекусь и так далее, не важно, что произойдет в этой жизни, что у меня в итоге-то получится. У меня отчет будет сформирован некорректно. Некорректно, некорректно. Так лучше один раз настроить, чтобы она делала сама, чем каждый раз исправлять вручную, да еще и рисковать тем, что мы забудем с вами измести исправление и, значит, сдадим отчет по сути с ошибкой. Так что здесь вот такой вот есть нюанс.